Хулио Картасар. Граффити. Так часто всё начинается, да и заканчивается, как игра. Представляю, как приятно тебе было увидеть рядом с твоим рисунком другой. Ты счёл это случайностью или чьей-то шуткой и только во второй раз понял, что это неспроста. И тогда рассмотрел новый рисунок как следует и даже вернулся позже, чтобы поглядеть с изного, улучив с обычной предосторожностью момент, когда на улице не души, а на углу ни одной патрульной машины. Тогда-то ты с безразличным видом и приблизился, но не стал пялиться на эти граффити, а с противоположного тротуара наискосок скользнул взглядом, словно бы заинтересовался соседней витриной, и тут же удалился. Сам-то ты начал свою игру со скуки. Вовсе не из-за протеста, не из-за обстановки в городе, комендантского часа и недвусмысленного запрета расклеивать плакаты и писать на стенах. Просто тебя забавляло рисовать цветными мелками и время от времени наведываться, чтобы поглядеть, а если повезёт, подгадать к приезду муниципального грузовика и к бесполезной ругне уборщиков, стирающих твои рисунки. Им было наплевать, что рисунки эти были не политические. Запрет распространялся на всё и вся, и если бы какой-нибудь малыш отважился намалевать дом или собаку, они бы и их соскоблили, сыпля ругательствами и угрозами. В городе совершенно утратили понимание, чего еще можно не бояться. Потому, наверное, ты и развлекался пересиливанием своей боязни. Выбрав подходящее время и место, ты набрасывал очередной рисунок. Ты ни разу не попался, так как действовал с умом, и эти часы до прибытия грузовиков с уборщиками были исполнены для тебя невыразимой чистоты, чуть ли не надежды. Разглядывая свою работу на расстоянии, ты замечал людей, бросавших на нее быстрые взгляды на ходу. Разумеется, никто не останавливался, но не было ни одного, кто бы не поглядел на рисунок. Была ли это абстрактная композиция в два цвета, профиль птицы или две переплетенные фигуры. «Только раз ты сделал подпись черным углем, мне не больно!» Она не продержалась и двух часов. На этот раз полицейский уничтожил ее своими руками. Потом ты ограничивался лишь рисунками. Когда рядом появился еще чей-то рисунок, ты почти испугался. Неожиданно опасность удвоилась. Кто-то решился, как ты, поразвлечься у порога тюрьмы, если не поисподней. В довершении ко всему это была женщина. Да, женщина. Ты не смог бы это доказать, но было что-то более верное, нежели доказательство. Штрих, расположенность к ярким мелкам, нерв. Возможно, ты просто вообразил это, так как был одинок. Вообразил, чтобы скрасить свое одиночество. Ты восхищался ею, боялся за нее, надеялся, что ее безумный поступок не повторится. А когда вновь увидел ее рисунок рядом со своим, чуть не выдал себя, так захотелось рассмеяться и остаться около него, будто полицейские были слепцами или идиотами. Отныне все стало другим, более таинственным, прекрасным и одновременно угрожающим. Пренебрегая службой, ты стал отлучаться в надежде как-нибудь застать ее. Теперь ты выбирал для рисунков улицы, которые мог бы обижать сразу без остановки. Ты появлялся там на рассвете, под вечер, а иногда и ночью. Ты пережил пору невыносимых противоречий, разочарований. Ты искал, искал ее рисунки рядом с твоими. Но улицы были пустынными, но еще более пустынными делали их твои напрасные поиски. Однажды ночью ты впервые увидел ее самостоятельный рисунок. Она сделала его красным, и синими мелками на дверях гаража, использовав фактуру выщербленных досок и шляпки гвоздей. Рисунок, несомненно, принадлежал ей. О том, свидетельствовали ли каждая линия, весь колорит. Но, помимо этого, сквозила в рисунке то ли мольба, то ли вопрос, своеобразный призыв к тебе. И ты снова пришел сюда затемно, после того, как патруль забелил неровную поверхность доски, и на нетронутой части гаражной двери ты бегло набросал пейзаж с парусами и гаванью. Если не вглядываться, могло показаться, что это случайная игра света и тени, но она бы вгляделась. Этой ночью ты чудом ускользнул от двух патрулей, а потом в своей комнатенке все наливал и наливал себе джину и разговаривал с ней. Говорил все, что приходило на ум, словно бы создавал новые яркие рисунки гавани с парусами. Ты воображал ее, смуглый, молчаливый. Ты выбирал для нее губы и груди, как бы даже был с нею. Тут тебя осенило, что раз она ждала ответа, то должна бы вернуться к своему рисунку, как ты возвращался каждый раз к своим. И хотя после покушений на рынке обстановка стала более опасной, ты решил держаться поближе к гаражу и, кружа по кварталу, выпил бесчетное число кружек пива в баре и на углу. Вот уж абсурд. Вряд ли она остановилась бы, увидев твой рисунок. Любая из множества женщин, проходивших мимо, могла быть и ею. На рассвете следующего дня ты выбрал серую каменную ограду и нарисовал белый треугольник, окружив его пятнами, напоминающими дубовые листья. Из того же бара на углу ты мог посматривать на ограду. Дверь гаража уже замазали, и около нее то и дело показывались сбешенные патрули. К вечеру ты покинул бар, но не ушел совсем, а стал бродить поблизости, меняя пункты наблюдения и покупая в лавках всякую мелочь, чтобы не вызвать лишних подозрений. Была глубокая ночь, когда ты услышал серию и по глазам полоснула светом фар. Рядом с оградой возникла какая-то кутерьма. Забыв осторожность, ты бросился туда и выручила тебя только случайность. Автомобиль, выехавший из-за угла, при виде полицейской машины резко затормозил, он-то тебя и загородил. Но ты успел услышать крик, заметить борьбу, пилки, черные волосы, которые вцепились руки в перчатках, а потом мелькнули голубые джинсы, ее втолкнули в машину и увезли. Много позже было ужасно, испытывая дрожь в теле, думать, что во всем виноват твой рисунок на серой ограде. Ты смешался с прохожим и мог взглянуть на синий-оранжевый набросок, словно бы это ее имя и ее род, и вся она. Рисунок был изувечен, полицейские успели заляпать его перед тем, как ее увезти. Но того, что осталось, было достаточно, чтобы понять. Она хотела ответить твоему треугольнику другой фигурой, кругом или даже спиралью, красивой полной формой, неким да, или всегда, или сейчас. Ты-то знал, у тебя было достаточно времени, чтобы представить себе в подробностях все, что могло произойти в центральном полицейском участке. Правда, мало-помалу просачивалась в город. Люди были наслышаны о судьбе узников, и если один из них снова встречался на улице, от него шарахались. Они согласились бы лучше не встретить его, оставить, как и многих других, забвений, которые никто не отважился нарушить. Все ты знал. В эту ночь тебе не помог даже Джин. Оставалось разве что кусать пальцы, топтать цветные мелки, прежде чем ты забылся в опьянении и бессвязных рыданиях. Но дни шли, и ты понял, что уже не можешь жить по-другому. Ты снова отлучался с работы, снова бродил по улицам, из-под тяжка оглядывая стены и двери, на которых ты и она рисовали. Все чистенько, безупречно чистенько, хоть бы какой-нибудь цветок, нарисованный бездумным шкалером, который прихватил в школе мел и не мог противиться соблазну. И ты тоже не смог противиться искушению. Месяц спустя, встав засветло, ты снова пришел на улицу, где находился злополучный гараж. Патрули не было, стены были образцово чистыми. Только кот украдкой поглядел на тебя с порога соседнего подъезда, когда ты достал мелки, и на том же месте, где она оставила свой рисунок, выплеснул на доске зеленый крик и красную вспышку признательности и любви, заключив рисунок в овал, который был также твоим призывом к ней и надеждой. Шаги на углу обратили тебя в паническое бегство. Ты метнулся в гору пустых ящиков. Это был пьяный. Он шатался, напевал что-то. Увидев кота, он хотел дать ему пинка и рухнул лицом вниз, как раз под рисунком. Успокоившись, ты медленно побрел домой и с первыми лучами солнца заснул, как не спал давно. В то же утро ты рассмотрел гараж издалека. Рисунок еще не смыл. Ты вернулся в полночь, почти не понимая, что делаешь, он был все еще там. Волнение в предместьях, от сведущих людей ты уже слышал об этом, нарушили однообразие полицейских маршрутов. К ночи ты снова пришел на него поглядеть, как глядели на него многие в течение этого дня. Потом ты наведался в три ночи. Улица была пуста и темна. На этот раз ты различил другой рисунок. Только ты мог обнаружить его. Такой он был маленький, чуть выше и левее твоего. Ты приблизился к нему со смешанным чувством надежды и страха и увидел оранжевый контур и фиолетовые пятна, словно намечавшие отекшее лицо, вывалившийся глаз, расплющенные пинками губы. Да, конечно, что же еще она могла нарисовать тебе? Что еще имело бы смысл нарисовать сейчас? Хоть как-то она должна была проститься с тобой и сказать, чтобы ты продолжал рисовать дальше. Хоть что-то, говорила она, я должна оставить тебе, прежде чем вернуться в свое убежище, где нет зеркал, в свою щель, куда я могу забиться, укрывшись в полной темноте, а столько вспоминая, и порой точно так же, как я думала о твоей жизни, думать, что ты продолжаешь рисовать. Выходишь по ночам, чтобы рисовать, рисовать, рисовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова